здравствуйте дорогие зрители добро пожаловать на мой канал сегодня мы будем готовить вишневое мороженое приступаем к приготовлению сначала подготовим вишню вишня у меня замороженная я заранее достала из морозильника и разморозила это получается вишня в собственном соку теперь сюда нужно добавить сахар количество сахара возьмите на ваш вкус я к вишне добавлю коричневый сахар если у вас нету коричневого сахара то можете спокойно добавить обычный белый сахар я добавлю 2 столовые ложки потом посмотрю по вкусу если вишня кислая еще добавлю сахара это можно урегулировать в процессе приготовления вместо вишни можете взять любые ягоды или фрукты и приготовить по тому же методу теперь отсюда несколько ягод я оставлю в сторону это потом я порежу и у нас будет мороженое с кусочками вишни вот столько это поставлю в сторону а эту часть нужно пробить блендером до однородного состояния теперь эту массу нужно пропустить через сито вот такой гладкий однородный сироп получается теперь это пока оставим в сторону и измельчим вишни то есть порежу на кусочки большие маленькие него измельченную вишню добавлю сок сюда добавлю одну чайную ложку кукурузного крахмала перемешивая до однородности крахмал полностью разошелся теперь это нужно поставить на плиту на медленный огонь и уварить эту массу нужно хорошенько уварить чтобы выпалилась лишняя жидкость лишняя жидкость в мороженом нежелательно при замораживании вода кристаллизируется и будет неприятно хрустеть на зубах масса уже начинает загустевать через минуту сниму вылью в другую посуду и дам хорошенько остыть когда остынет еще загустеет вот такого очень красивого насыщенного цвета вишневая масса получилось оставлю остыть можно поставить в емкость холодной водой чтобы быстро остыла пока остывает вишневая масса я натру шоколад можно овощечисткой можно ножом я натерла около 30 грамм шоколада это тоже оставлю в сторону теперь готовим сливочную часть мороженого то есть взобьем очень жирные сливки у меня 33 процентные и нам понадобится еще сгущенное молоко сливки и сгущенное молоко очень холодные хорошо охлажденное только что из холодильника сливки обязательно берите жирные у меня вот как я сказала 33 процентные но если есть большей жирностью то желательно чтобы более больше сливки я добавлю ванильный сахар у меня с натуральной ванилью поэтому такого цвета количество берите на ваш вкус но перебарщить тоже не следует потому что потом горчить будет взбиваем сливки до мягких пиков сливки немножко загустели теперь сюда добавлю сгущенное молоко и взбиваем сливки со сгущенным молоком до мягких пиков взбитые сливки уже готовы а взбитым сливкам добавлю шоколадную стружку и вишневый чем конфетюр как это называется и это все хорошенько перемешиваем масса получилось вот такого нежно-розового цвета если хотите более яркий цвет то можно добавить немножко пищевого красителя теперь готовую массу зальем в контейнер контейнер обязательно возьмите с запасом чтобы потом можно было каждые 30 минут достать из морозилки и перемешивать если будет плотно залито не будет удобно теперь хорошенько это разравниваю по форме контейнер закрою крышкой поставлю в морозильник на 30 минут через 30 минут достану из морозилки хорошенько перемешаю и опять обратно поставлю в морозильник еще на 30 минут этот процесс нужно повторять два или три раза 30 минут уже прошло мороженое достала из морозилки теперь хорошенько нужно перемешать опять разравниваю и опять же поставлю в морозильник еще на 30 минут вот так выглядит мороженое теперь еще один раз можно хорошенько перемешать и поставить обратно в морозильник тут видно что с краю уже мороженое схватилось еще один раз хорошо перемешаю и поставлю обратно в морозильник но уже затвердение теперь опять же закроем крышечкой и поставлю в морозильник на полтора-два часа прошло два часа теперь посмотрим как хорошо застыло мороженое она еще в центре мягкая по бокам хорошо схватилась как вы заметили мороженое еще в центре мягкая но мой любит в таком виде поэтому если не желаете можно еще подольше оставить ну приблизительно четыре часа и она хорошо там затвердеет я украшу вишней у меня замороженная вишня и сверху натру немножко шоколада вот такой очень красивый десерт у меня получился очень вкусное ароматное домашнее мороженое я попробовала мороженое мне очень понравилось очень вкусно нежно ароматно и очень приятно когда под зубы попадают кусочки вишни и шоколада обязательно приготовьте по моему рецепту рецепт очень удачный надеюсь вам тоже понравится обязательно подписывайтесь на мой канал нажав колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео а на сегодня у меня все увидимся в новых видео а и 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